МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! С вами программа День веков, хронограф, и мои ведущие. Я, Евгений Воскресенский. И я, Юлиана Шахова. В честь памяти к заслугам героев Отечественной войны 1812 года была открыта военная галерея Зимнего дворца. Это было в декабре 1826 года. По старому стилю. Нет, но мы же сегодня говорим о событиях, произошедших 8 февраля. При чем тут декабрь-то? Все очень интересно. Слушайте, сама мысль о создании военной галереи появилась еще в 1817 году. Как пишет известный искусствовед Андрей Поморнацкий, тогда член Королевской академии в Лондоне, художник Джордж Доу очень стремился познакомиться с Александром I. И это ему удалось. Кстати, о февральских датах. Джордж Доу родился 8 февраля 1781 года. В это время русский император находился в пиренейском городе Ахине. Живший в одном доме с царем, бессменные его спутники, и в разъездах по России и Европе начальник главного штаба князь Волконский заказал Доу свой портрет. Во время сеанса в комнату вошел царь. Он был поражен сходством портрета и быстротой, с которой работал художник. Вскоре Доу получил приглашение приехать в Петербург для выполнения множества портретов русских генералов для военной галереи в Зимнем дворце. Доу ответил согласием и весной 1819 года приехал в Петербург. Доу прожил в России 10 лет и создал не одну сотню портретов. Открывшаяся в 1820 году выставка с немногими, но тщательно подобранными работами Доу доставила ему звание почетного вольного общника Петербургской академии художеств. А первые до 3 года Доу работал один, упрачивая свою и известность, а затем была создана целая мастерская. Не случайно как раз в это время у Доу появляются два молодых талантливых помощника. Крепостной Александр Поляков и вольный, но не имеющий художественного образования, Василий Вильгельм Гелике. На них-то англичанин и переложил работу по копированию портретов в принятом для галереи формате. Только в редких случаях он поправлял своей искусной кистью уже выполненные работы. Однако гонорар за выполненную работу получал он один. Из 322 портретов военной галереи Доу написал только около 150. Самая тяжелая, изнуряющая работа выпала на долю Полякова и Голики. Главных штаб и управление Зимним дворцом в течение многих лет не проявляли критического отношения к работам Доу. Прежде всего, они хотели скорейшего открытия военной галереи. Осенью 1825 года, после кончины Александра I, новый император Николай I с не меньшим вниманием, чем его предшественник, отнесся к созданию галереи, посвященной героям Отечественной войны 1812 года. Да, и еще раз о самом Доу. После того, как он был разоблачен и выслан из России, он прожил всего один год. Доу умер в Лондоне в возрасте 48 лет, оставив капитал в миллион рублей золота. 8 февраля 1866 года в России родился еще один мастер кисти, о котором можно говорить только хорошо. Это Лев Самоилович Бакст. Известность Бакст приобрел как выдающийся театральный художник. Бакс дебютировал в театре в 1902 году, оформив пантомиму «Сердце Маркизы». Затем был поставлен балет «Фея кукол», имевший успех главным образом благодаря его декорациям. Позже Бакст оформил еще несколько спектаклей, сделал отдельные костюмы для артистов, в частности для балерины Анны Павловой, знаменитом «Лебеде» Михаила Фокина. Но по-настоящему талант Бакста развернулся в балетных спектаклях русских сезонов, а затем русского балета Сергея Дягилева. Имя Бакста, ведущего художника русских сезонов, гремело наряду с именами лучших исполнителей и знаменитых балетмейстеров. Все эти годы Бакст жил в Европе, лишь изредка возвращаясь на родину. Он должен был постоянно находиться при балетной труппе, но это не единственная причина, разлучавшая его с Россией. Как еврей он не имел в ту эпоху права на жительство в столице и, значит, не мог надолго оставаться в Петербурге. Правда, в 1914 году он был избран членом Академии художеств и получил такое право, но Первая мировая война окончательно отрезала его от родины. Бакс продолжал сотрудничать с Дягилевской труппой, однако между ним и Дягилевым постепенно нарастали противоречия и в 1918 году покинул труппу. Он трудился неустанно, но уже не сумел создать ничего принципиально нового. Смерть от отека легких настигла Бакста в пору его славы, правда, и начинающую видать, но все еще блистательной. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день в России родились два выдающихся ученых – химик Менделеев и врач Куприянов. 8 февраля 1834 года на свет появился Дмитрий Иванович Менделеев, открывший периодический закон химических элементов. Разносторонний ученый, педагог, общественные деятели, член Союза Русского Народа. Менделеев считал, что богатство и капитал – это функция труда. Богатство и капитал, записывал для себя великий ученый, равно труду, опыту, бережливости, равно началу нравственному, а не чисто экономическому. 8 февраля 1893 года родился прекрасный хирург Петр Андреевич Куприянов, вице-президент Академии медицинских наук, генерал-лейтенант медицинской службы. Куприянов первым в стране сделал операцию на сердце в условиях гипотермии, охлаждения организма, что облегчало состояние больного. Его коллега, знаменитый Амосов, писал, «Был в клинике у Петра Андреевича Куприянова. Он меня очаровал. Он всех очаровывал. В то время ему было 68. Блестящий, действующий генерал военно-медицинской академии. Высокий, стройный, подтянутый, настоящий офицер, голубая кровь, дворянин». Были и ученики, но настоящим оказался один – Володя Бураковский. Будущий глава Института сердечно-сосудистой хирургии. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Теперь о событиях за рубежом. 8 февраля 1250 года французские крестоносцы потерпели поражение в битве при Аль-Мансуре в Египте. Накануне битвы египетские воины перехватили французские корабли с провиантом. И в лагере крестоносцев начались голод и болезни. Французский король Людовик IX отвел войска к ключевому пункту. Но по дороге их окружили египтяне и вынудили сдаться. Плененный король заключил десятилетнее перемирие с султаном Бейбарсом, который в свою очередь сделал шаг навстречу и обязался отпустить всех пленных. 8 февраля 1562 года 150 французских гугенотов, протестантов, отправились во Флориду с мирной целью. Они решили там основать колонию. А сейчас самое время вспомнить о самом главном путешественнике в литературном мире фантастики. Это прекрасный писатель Жюль Верн, автор «20 тысяч лье под водой», «Таинственного острова», «Детей капитана Гранта», «Властелина мира», «Вокруг света в 80 дней». Жюль Верн появился на свет 8 февраля 1828 года в Нанте. Несколько лет Жюль Верн жил в Париже, писал и печатался, но потом нашел это занятие с неприбыльным и, собираясь жениться, стал биржевым маклером. Впрочем, от мысли писательства не отказался. Питая глубокий интерес к географическим исследованиям и аэронавтике, Жюль Верн написал трактат об Африке, который он предлагал исследовать на воздушном шаре. Трактат отвергли многие, но один из издателей, Эцель, предложил Верну переделать его в приключенческий роман. Редактор субтитров А.Семкин